13 июля 1918 года в Петрограде была сформирована первая железнодорожная рота. С этого момента ведет свою славную историю нынешний учебный центр железнодорожных войск, который расположен в поселке Загорянский и сегодня отмечает свое столетие. Поздравить воинскую часть прибыл заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков, другие высокопоставленные военачальники, а также ветераны железнодорожных войск. В торжествах принял участие глава Щелковского района Алексей Валов. За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке военных кадров 857-му учебному центру ЖДВ вручена грамота Верховного Главнокомандующего, одна из самых почетных форм поощрения воинской части. А 27-му отдельному железнодорожному батальону вручен вымпел министра обороны. И как заявил генерал армии, больше никто в этом году таких наград не удостаивался. Ура! 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 Клянемся достойно исполнять воинский долг и внадать в боевые и трудовые традиции вооруженных сил, международных войск, укреплять безопасность берега России. Клянемся! Столетние части отмечают осенью, поскольку именно 5 октября 1918 года приказом Реввоенсовета Республики номер 41 в составе Красной Армии были созданы железнодорожные войска. Воины-железнодорожники прокладывали магистрали, в том числе восточный участок БАМа, строили мосты и тоннели во всех регионах страны, восстанавливали железные дороги во время военных конфликтов. Они умеют работать быстро, качественно, в сложных природных условиях. В годы войны воинская часть готовила специалистов для фронта. В марте 43-го полк был передислоцирован в Подмосковье, на станцию Соколовская, и с тех пор его домом стал Щелковский район. За 100 лет часть неоднократно реформировалась, совершенствовалась ее штатная структура и оснащенность. В 96-м году на базе 1-го отдельного учебного железнодорожного полка имени Ленинского комсомола, именно так воинская часть называлась долгие годы, сформирован 857-й учебный центр ЖДВ. Сегодня здесь готовят младших специалистов по 14 специальностям. Ежегодно в центре около полутора тысяч выпускников. У воинов-железнодорожников преимущественно мирная служба. Они выполняют задачи, нужные для развития экономического потенциала страны, но всегда готовы с оружием в руках встать на защиту ее рубежей. ЖДВ за эти 100 лет, если посчитать, сколько вложили шпал, сколько километров рельсов, мостов, тоннелей и так далее, ну, наверное, не надо напрягать мозги. Это очень большой вклад. Начиная со всех задач, которые стояли перед страной. На данном историческом этапе личный состав воинской части с честью пронес отчетное звание воинно-железнодорожных войск. И в настоящее время продолжает достойно выполнять воздушные на него обязанности. Является борцом выполнения воинского долга. В честь 100-летнего юбилея части военнослужащим учебного центра вручены государственные и ведомственные награды, а также подарки, в том числе, от Щелковского района. Прекрасный учебный центр железнодорожных войск. Прекрасные люди там служат. Мирной жизнью добились таких результатов, помогая и нашей мирной экономике, и быть в готовности всегда для того, чтобы восстановить случай, не дай бог, форс-мажора, все железнодорожные сети по Российской Федерации. Десятки тысяч специалистов младших они готовят. Десятки тысяч за это время. И офицеров достаточно большое количество тоже самое подготовили. Выпустили железнодорожные войска, ну и в народное хозяйство. Это, конечно, большой подспорь и для народного хозяйства, и для Министерства обороны.